как вы пришли в информационные технологии я сначала пришла в журналистику а поскольку у меня мои родители работали программистами как-то так получилось что они меня заинтересовали информационными технологиями я поняла что уже тогда там в начале двухтысячных что надо совмещать вот как-то и журналистику информационной технологии и вот таким образом оказалась на тутбай учить информационным технологиям детей с какого возраста нет смысла начинать но я думаю что с какого-то садовского во-первых во вторых их ли надо учить или они нас будут учить такой вопрос на который я наверно не могу пока ответить другое за что процесс надо контролировать надо показывать им то что действительно полезно то есть самому изучать информационное пространство и давать детям то что действительно может приносить им пользу и то что их может заинтересовать вот как раз вопрос а с чего начинать было бы лучше ну я думаю что какие-то развивающие программы какие-то ну и там каналы на ютюбе и какие-то полезные паблики и не знаю там скрыть что же самый да полно сейчас всяких возможностей же эти школы рассчитаны на деток нужно ли знать программирование всем сейчас современным профессионалам ну азы я думаю что стоит знать хотя бы для того чтобы понимать что можно заказать программисту как это работает за сколько за какое время можно сделать ту или иную задачу конечно без этого никуда то есть пора забыть то время когда там журналист или там редактор говорит ой нет это не мое я гуманитарий в этом ничего не понимаю то есть без этого никуда с этим связано будущее на долгие годы вперед ну и последний вопрос вот обучение девочек информационным технологиям программированию как то должно отличаться например мальчиков или в принципе все одно и то же вообще я бы не велелась наверное по какому-то гендерному признаку потому что в общем-то дети сами должны видимо диктовать свои интересы потому что и девочки и мальчики интересуются очень разными вещами есть девочки которые там очень любят физику и биологию например есть девочки которые очень любят стихи но без информационных технологий сегодня ни в той ни в другой ни в третьей сфере они не смогут себя реализовать ну и самое важное что тут не должно быть какого-то навязывания все должно происходить органично и так чтобы было какой-то какой-то энтузиазм увлечение то есть чтобы не было каких-то силовых методов садись и пиши алгоритм например вот этого не должно быть то есть то есть